Рене Магрит, бельгийский художник, известность которому принесли его полные загадок, сюрреалистические картины. Рене Франсуа Геслен Магрит родился 21 ноября 1898 года в маленьком бельгийском городке Лиссине. Отец художника Леопольд Магрит занимался торговлей тканями. Мать Регина до замужества работала модисткой. У Рене были два младших брата Пол и Райман. В детстве Магрит и его подружка Жоржетта, впоследствии ставшая его женой, любили играть на заброшенном кладбище, где встречали художника, рисующего Алия. Эти встречи оставили у Рене волшебное впечатление от живописи и ощущение, что художник наделен сверхъестественной силой. О том, что мать Магрита покончила с собой, долгое время не знала даже его жена. Он старательно скрывал этот печальный факт. Ее поиски длились несколько дней, и тело было обнаружено в реке. Вода обнажила тело, намотав подол рубашки вокруг головы. Поэтому считают, что на некоторых картинах Магрита лица людей закрыты тканью. Сам же художник утверждал, что смерть матери не оказала на него настолько сильного влияния. В 16 лет Магрит создал свою первую работу, полтора на два метра. На ней были изображены лошади, выбегающие из горящей конюшни. Рене бросает школу, переезжает в Брюссель, посещает Академию изящных искусств в качестве вольнослушателя. Занятия он посещал очень нерегулярно и скоро покинул Академию. В 1919 году Магрит начинает показывать свои первые работы публике. На его ранние работы сильное влияние оказали кубизм, Пабло Пикассо и футуризм. Он работал художником плакатов и рекламы на фабрике бумажной продукции вплоть до 1926 года, когда контракт с Брюссельской галереей Синто позволил ему полностью посвятить себя живописи. В 1926 году Магрит создает сюрреалистическую картину «Потерянный Жакей», которую считал своей первой удачной работой. Через год устраивает свою первую выставку, но критики признали ее неудачной. Магрит уезжает в Париж и вступает в кружок сюрреалистов. Это помогло ему обрести фирменный своеобразный стиль, по которому узнаются его картины. Позже художник часто открещивался от сюрреализма, настаивая, что пишет картины в жанре магического реализма. Главным героем многих картин Магрита стал безликий человек в котелке. Иногда его шляпа просто парит в воздухе над воротником неприметного черного пальто. Иногда лицо скрыто за каким-нибудь неожиданным предметом – яблоком или летящим белым голубем. И очень часто он повернут к зрителю спиной, превращаясь в еще большую загадку. В какой-то степени каждый из этих лишенных индивидуальности джентльменов является автопортретом Магрита, который всю жизнь с упорством заявлял, что в нем самом нет ничего особенного. Природа его творчества не столько психологическая, сколько философски-поэтическая, порой основанная на парадоксах логики. Для картин Магрита характерен отстраненный невозмутимый стиль, который погружает зрителя в некое поэтическое оцепенение, вызванное самой тайной вещей. Цель Магрита – заставить зрителя задуматься. Картины часто напоминают требусы, которые полностью разгадать невозможно. Магрит говорит об обманчивости видимого, о его скрытой таинственности, которую мы обычно не замечаем. Известен цикл работ художника, в которых он под изображенным предметом пишет «Это не он». Например, картина «Вероломство образов», на которой изображена курительная трубка, с надписью «Это не трубка». Некоторые предметы и образы постоянно повторяются в картинах Магрита. Это яблоки, шляпы-котелки, птицы, странные сферы, валуны и бильбоке. Бильбоке – это предмет, похожий на шахматную фигуру, название которого позаимствовано у детской игрушки. Каждый раз она имеет разную функцию. Может быть, деревом, человеком, музыкальным инструментом и шахматной фигурой. Один из самых популярных образов Магрита – это фигуры, чьи головы обернуты тканью. Влюбленные – картина, на которой изображены укутанные белым полотном герои. Что они означают? Любовь слепа? Или они потеряли голову от любви? Очередная загадка художника. Эта картина стала одной из самых узнаваемых его работ. Названия картин играют у Магрита особую роль. Они поэтичны и не связаны с самим изображением. Он считал, что скрытая поэтическая связь названия и картины способствует тому магическому удивлению, которое Магрит видел предназначением своего искусства. Магрит дважды вступал в коммунистическую партию Бельгии и дважды покидал ее из-за разногласий с товарищами во взглядах на роль искусства в пропаганде идей социализма. В 1945 году на волне благодарности русским, освободившим мир от коричневой чумы, он стал членом коммунистической партии в третий раз. В идеях коммунизма Магрит видел доступность интеллектуальной роскоши для всех слоев общества. Он считал, что люди идут в коммунисты именно потому, что стремятся к лучшей, достойной жизни. Большую часть жизни Рене Магрит прожил так, чтобы не выбиваться из образа заурядного человека. Он носил неприметную одежду, жил в маленьком домике с фарфоровыми гусями на каменной полке и рисовал прямо в столовой, ни разу не испачкав пол краской. Популярность пришла к Магриту только в конце 50-х годов 20-го столетия, когда ему было почти 60 лет. Внезапный интерес к художнику связывают с появлением поп-арта. С этого периода образы художника стали часто использоваться в массовой культуре, но не признавал за собой титула отца поп-арта. Его любят и цитируют все – фэшн-дизайнеры, голливудские кинематографисты, музыканты и банкиры. Портрет Магрита был размещен на банкноте в 500 бельгийских франков. Образ сына человеческого был многократно использован в кинематографе. В фильме «Афера Томаса Крауна» главный герой одевается в характерные костюмы-котелок для финального ограбления музея. Многие музыканты используют работы Магрита для оформления обложек своих альбомов. Пол Маккартни, большой почитатель их творчества Магрита, владелец нескольких его произведений и личных предметов, вспоминает, что картина «Оревуар» определила название и логотип фирмы «Эппл». В 2009 году в Брюсселе в комплексе королевских музеев изящных искусств был открыт Музей Магрита. В нем размещены более 230 работ художника. Магрит умер 15 августа 1967 года в возрасте 68 лет, оставив недописанным новый вариант своей картины «Империя света». Рене Магрит – художник, произведения которого полны загадок. Главным принципом его творчества стало сочетание несочетаемого. Моя живопись ничего не скрывает, она вызывает ощущение волшебства. Когда человек видит одну из моих картин, он задается вопросом, что это значит. А это ничего не значит, потому что волшебство само по себе ничего не значит. «Оно непознаваемо», – говорил он. Если вам понравился мой рассказ, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал «Стория Диарты». До новых встреч, мои дорогие зрители!